Шалом, драгоценные дети Божьи! Шалом, царственное священство! Я рад быть сегодня вместе с вами, и я хочу в двух словах немножко рассказать о себе. Мне 48 лет, я женат. Я муж одной жены. И она женщина. Ну, потому что сейчас актуально в Европе и в Америке, что может оказаться по-другому. Я живу в Белоруссии. И я пенсионер. Вы пенсионер? Пенсионер, потому что 20 лет я пролетал на современных истребителях. 13 лет я отдал свое сердце Ишуа. 13 лет? 13 лет назад. Я являюсь помощником пастора в том городе, где я живу. Я живу в Кобрине. И здесь, в Хайфе, я в гостях у своих друзей, Виктора и Оли Руде. А с по бати левакерет, Виктор и Ольга, что горим по. Я благодарю вас за то, что у меня есть такая возможность делиться своими мыслями и толковать это местописание. Мы видим по Писанию, что... Итак, это история Валаама и Валаака. И об этом можно говорить целый день, но я поделюсь только двумя мыслями. Первое, мне хотелось бы поставить некоторые точки над Би, по буду личности Валаама. Хотите, кстати, саппер о личности Валаама. Человек, который читает первый раз эту историю, может показаться ему, что Валаама вполне неплохой человек. Миши коррек, хамри, шунает о сипурах, за уехол лакшов, что Валаама, за мишу мамач, кишто. Потому что он благословляет Израиль. Мы видим по Писанию, что Валаам был известен тем, что он проклинал людей. Сегодня так говорят, наводил порчу. Именно по этой причине Валаак и обратился к нему. И наводить проклятие на людей, это был бизнес, это был достаток Валаама, этого человека. Причем, Валаам, второй, Валаам человек жадный до денег. В своей жажде наживы, он не останавливается ни перед чем. Он готов проклясть любого человека и любой народ. только бы получить деньги. И третий момент, этот человек не боится Бога. Но Бог говорит об Израиле. Израиль, это как зеница ока моего. Кто касается Израиля, тот касается ока моего. И Бог, видя поведение Валаама, он закрывает его уста на проклятие народа Израиля. И он, наоборот, открывает его уста для того, чтобы эти уста благословляли народ Израиля. Это была моя первая мысль. Так кто такой все-таки Валаам? И здесь, именно в этом недельном чтении, мы не видим о том, что он проклинает. Но на самом деле, в книге Откровения открыто, что Валаам, он все-таки научил Валаака, как ввести в соблазн народ Израиля. Мы не видим, что он действительно мекалел от им Исраиля. Три благословения, мы видим, которые произносит Валаам. Но эти благословения не были из его сердца. Это были благословения Божьи. И я их напомню. Первое благословение о том, что народ этот живет отдельно и среди других народов не числится. Другими словами, Бог говорит, это святой народ, отделенный для меня. Второе благословение говорит о том, что не видно бедствия в Иакове, потому что Бог его с ним. Трудный царский звук у него. И третье благословение, он говорит об этом народе, как прекрасны шатры твои, Иаков, жилищи твои, Израиль. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как олойные дерева, насаженные Господом, как кедры при водах. И вот на этом третьем благословении моя вторая мысль. Мне хотелось бы сегодня вместе с вами порассуждать. Был ли в тот момент народ Израиля, о чем говорит это благословение или это пророчество? Я напомню, что народ Израиля в этот момент расположился станом у границ Моава. И народ не был таким идеальным, о чем говорит это пророчество. Более того, картина была совершенно обратной. Писание говорит, что этот народ был не обуздан. Он был полон ропота и недовольства. И даже старейшины колен Израилева были полны неверия. Десять старейшин из двенадцати, которые после того, как осмотрели землю Израиля, они начали вводить свой народ в заблуждение. Вместо того, чтобы вдохновлять и вести за собой, завоевать эту землю, Писание говорит о том, что они распускали худую молву об этой земле. Они нагоняли страх и неверие на людей. Таковы были старейшины Израиля. Но в Визитилях в двадцатой главе говорится о том, что этот народ был полон мерзости. Что этот народ был осквернен идолами египетскими. Сказано, никто не отверг мерзости очей своих и не оставил идолов египетских. В другом месте Писание сказано, что они не оставились с кинью Молохова и несли с собой звезду Римфана. Вот такая картина была на самом деле. Именно такая картина была, а не такую, как произнес Валаам. Почему? Почему так сказал Валаам об этом народе? Друзья, дело в том, что Бог видит всегда конечный результат. Там было только начало процесса Божьей работы. Но Бог через устав Валаама уже показывает Валааку и тем маавитским и вождям, какой этот народ станет. Бог уже видит этот народ совершенным. Давид говорит, блажен народ, которому не вменятся грехи беззакония его. И вот всю ту нечистоту, которая пребывала на народе Израиля, Бог сам своей рукой снял с этого. Бог сделал его чистым и праведным. Именно по этой причине Он говорит, как прекрасны шатры твои Яков. Иешуа заплатил за грехи людей. И снял беззакония. Он сделал нас в глазах Господа чистыми, совершенными и праведными. сегодня мы этот народ. А нас говорил Господь устами Валаама. Вот этот народ чистый и святой. И сегодня своим посланием я хочу ободрить многих некоторых людей, которые в своем сердце еще не чувствуют, что он чистый и святой пред Господом. Иисус сделал наше очищение. Сегодня приходит мысль, что я не чист, я не достоин Господа, Господь находится далеко от меня. Но это дьявольская ложь. Дьявол не хочет, чтобы мы возрастали и пребывали с Господом. И сегодня я хочу тебе сказать, если ты принял свое сердце Иешуа, ты рожденный свыше человек, ты праведен, ты свят, Бог находится всегда рядом с тобой. И сегодня Бог смотрит на тебя через призму праведности Иешуа. Апостол Яков говорит, всякий раз, когда мы согрешаем, мы исповедуем свой грех и знаем, что Он, будучи верен и праведен, очистит нас от этого греха. Именно это слова истины, сегодня, дорогой мой брат или сестра, если ты пребываешь в таком состоянии нестабильности, верь Слову Бога. Иешуа все совершил для нашего оправдания. И все, что нам сегодня необходимо, это верить Слову Бога. апостол Павел говорит, я умоляю вас отложить прежний образ жизни ветхого человека. Он призывает нас обновиться умом Духа нашего и облечься в нового человека. Он поясняет, что это за новый человек. Это человек, созданный по Богу. Он праведен и истинно святой. Это мы с вами. Пребывайте в этой истине и победа в этой духовной войне всегда будет одержана и вы будете находиться в радости и в святости.